Всем привет! Вы на канале Захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм. Вот такой сегодня у меня завтрак. Одна груша, одна слива, один инжир, 10 грамм орешков кешью, одна рисовая галета и один йогурт из кокосового молока. Также сегодня заварила себе чай для улучшения пищеварения. Вот так вот он выглядит. И в него входит фенхель, стручки фасоли, мята зеленая обычная, мята перечная и цветочки василька. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного начала дня и увидимся за обедом. Видела в комментариях, что вы уже неоднократно меня просили показать и сделать обзор на все мои чаи. У меня муж посмеивается, говорит, что у тебя уже скоро коробок с чаем больше будет, чем коробок с твоими ароматами. Ну что же, ароматы я тоже люблю. Чай у меня в таком количестве стал появляться только тогда, когда я перешла на интервальное голодание. Потому что воды пить нужно много. Также в день я выпиваю 3-4 чашки чая. С утра пью натуральный кофе без сахара и без молока. И когда пьешь один и тот же чай, ну знаете, как-то скучно. А когда есть выбор, то совсем другое дело. Итак, ну давайте начнем. Вот этот вот чайок, это травки. Называется «Спокойной ночи». И здесь состав трав идет из вервена. Это вервена, потом цветы апельсина, липовый цвет и ромашка. Вот это только вервена. Тоже она мне по вкусу очень нравится. Затем вот это вот зеленый чай с бергамотом и апельсином. Очень вкусный. Вот это вот чайок. Вернее, даже это не чайок, потому что у меня много вот таких вот составов, в которые входят. Вот здесь вот есть и лаванда, есть и яблоки, и ананасы. Потом, ну мачо, я ее совсем недавно показывала. Зеленый китайский чай с канель, это корица. И жанжамбр, это корень имбиря. Затем очень люблю, всегда из Украины привожу зеленый чай с ароматом бергамота. Также один из моих самых любимых чаев, я его тоже недавно показывала, говорила, какой в нем состав. Это зеленый чай с пряностями и агрюмы, это цитрусовые. Затем тоже вот такой вот зеленый чай, это багамский саусеп. Я думаю, что многим он нравится, потому что по вкусу очень приятный. И листики там, ой, прошу прощения, такие крупные. Когда завариваешь, так полностью листик разворачивается. И чай ароматный и по вкусу очень приятный. Так, следующий это сад Грассе, это небольшой город на юге Франции. И в этот чай входят тоже малинка, персик и лепесточки рус. Я его тоже неоднократно показывала, потому что часто его пью. Следующий он состоит из кусочков вишни, затем малина, лепесточки роз. Вот этот вот чай, он для улучшения пищеварения. Сегодня я его заваривала на завтрак. Потом очень люблю вот этот вот чаек, он с клюквой. Но это черный чай. И как бы пью я черный чай не часто. Вот это тоже черный чай. Эрл Грей, это с бергамотом, вот такой вот как зеленый. У меня в основном, ну как бы муж больше черные чаи любит, поэтому они у нас тоже есть, но я их пью редко. И вот этот вот чай тоже черный. Он с апельсинами и с корицей. Такой приятный пряный аромат. Затем ромашка. И вот недавно купили, когда были в Испании, купила испанскую ромашечку. Это у нас покупала. Это черный чай, тысяча и одна ночь. И здесь вот у меня в коробочке я ее покупаю практически на каждое Рождество. Это, наверное, гордость моей коллекции, потому что здесь действительно шикарные подборки различных. Но это не чай, это инфюзион. Это вот африканский чай. Вот даже, знаете, девочки, вот они герметически закрыты, очень плотно. И тем не менее, постараюсь сейчас открыть, если получится одной рукой. Смотрите, тут тоже состав различных травок сушеных, которые произрастают именно в Африке. Он очень ароматный и тоже помогает снижению веса. Ну и остальные здесь тоже есть. Вот такой вот чайок. Потом вот такой вот чайок. Это фрукты здесь в основном. И вот такой вот чайок. Очень вкусные, но в обычном магазине их, к сожалению, не купишь. Я покупаю в специальном магазине. Они специализируются именно на различных, очень качественных чаях. Ну вот и все. Вся моя коллекция чаев перед вами. Сегодня у меня очень простой обед, который состоит из салата. Капуста белокочанная, тертая сырая морковь. Капуста тоже сырая, как вы понимаете. И огурец. Капусту и морковь я вот так вот немного руками перетерла. Добавила немножко лимонного сока, немножко морской соли. И немножко масла из ореха макадамии. И здесь у меня запеченное бедро, или как ножка, бедро курицы без кожицы. Запекала в духовке самым простым обычным способом. Вместе с травами прованса, луком и розмарином. И прошу обратить внимание тех моих зрителей, которые не могут как бы визуально представить порцию размером в один стакан. Вот перед вами эта порция. Если мы уберем мясо, отделим от косточек и выкинем их, то будет как раз, ну где-то половина стакана. И вторая половина стакана это капуста, морковь и огурец. У меня муж всегда смеется, говорит, ну снова она размазала свою порцию на огромную тарелку. Да, именно размазала. Здесь вот видите, очень-очень тоненький слой. Потому что, не знаю как с вами, но со мной это реально работает. Когда я вижу, что у меня много еды, большая вот такая объемная порция, то мне кажется, я и съедаю не там 200 грамм, не 250, не 300, а намного больше. Так что, девочки, вот вам размер порции в один стакан. Кстати, перед завтраком, перед обедом и перед ужином за полчаса я все так же продолжаю выпивать один стаканчик 250 миллилитров теплой воды. В это воскресенье была на рынке и купила лавандовый мед. Какой же он, девочки, вкусный. Если у кого есть возможность, обязательно купите и попробуйте. Тем более, сейчас осень, будут дождики, ветер, разные простудные заболевания. А мед это прекрасная вещь для того, чтобы не болеть. Я вообще, когда отказалась от сахара, перешла на натуральные такие подсластители, как мед, как разные сиропы, то и намного лучше себя чувствовать стало, ну и, конечно же, меньше болеть. Сегодня на ужин у меня будет вот такой вот очень вкусный пирог с луком-пореем. У меня на канале есть несколько вариантов этого пирога. Начинку можете использовать разную. Или лук-порей, или капусту, заранее подготовленную, протушенную. Также можно взять шпинат, или рыбу, или курицу. Если кто не хочет искать, я сейчас расскажу, как я готовила именно вот этот пирог. Покупайте слоеное тесто без дрожжевое, желательно, если есть возможность, чтобы мука была из твердых сортов пшеницы. Затем подготавливайте начинку. Вот я в столовой ложке растительного масла протушиваю лук-порей до мягкости. Укладываю вот так вот в форму теста, на тесто начинку. И сверху заливка, она используется для многих пирогов. Три яйца, девочки, три столовых ложки 15% жирности сметаны и три столовой ложки тертого твердого сыра. В духовочку 180 градусов на 30 минут и вуаля, вот такой вот замечательный пирог готов. Почему я люблю такой пирог, особенно на ужин, потому что он универсальный по своему сочетанию. В нем есть и протеины, растительные жиры, и животные жиры, и также углеводы. Снова заварила чайок для улучшения пищеварения. Желаю всем приятного аппетита за ужином, хорошего настроения и увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok